Время. Останавливаем машину. 2.15 Закрываем смену. Завтра 13.48 Выезд. Вот это режим труда и отдыха у нас в парке так соблюдается. Кировцы столичного аутопарка номер 6 запросили с дымочной группой Майоправа к обрасповести про порушение своих правов. Не отдыхаем полностью в свое время. 2-3 часа у нас постоянно забирается от нашего отдыха. Ранее у коллективной домове был прописан 5-денный прационный тыдень и 8-годинный прационный день. И якобы нам говорят, что республиканский план, когда доводится парку, нам только доводятся часы, но не дни. И поэтому у нас всего лишь 8 выходных в месяц. Что положено по календарю, согласно календарю, 10 или 9, а у нас именно только 8. И больше у нас не получается. То, как возникает от працеванной часкировцы, можно увидеть и в листках улику годинов. 15.00 начало смены, заканчивая в 2.07, и с разницей отнятия обеда 1.05, у меня должно составить по отработке время 10 часов 2 минуты. Здесь же заложено у меня всего лишь 9 часов 47 минут. Вот получается 15 минут почти уже нет, только с одного дня. А за месяц, если взять 23 рабочих дня, то это набегает почти в день. Каликировцы спрочаются с кировництвом, ихную працу начинают щильно пильновать и штрафовать за любую провинность. Вот эта камера все время снимала на форточку. Вот у меня форточка открывается. Там талоны продать, там пассажиры вопрос какой-нибудь. Но почему-то ее от форточки повернули именно, чтобы она меня снимала. На Вячеслава Никифорова склали 5 рапортов за месяц. Я трижды обращался к замдиректору Кравченко по поводу того, что нарушаются режимы труда и отдыха. Но о всех нарушениях указывал. На что он мне просто говорил, не нравится, пожалуйста, вводил кадры. Сподар Вячеславу накировал скарги у Министерства працы, санэпидемстанцию, да и иншие органы с потребованием проверить ответственность умыва у працы санитарным нормам. Працовная комиссия, створенная на предприемстве, порушению не зауважила. Мне дал ответ, что у нас в филиале на каждой диспетчерской есть комнаты отдыха, буфеты, горячие обеды, есть возможность разогреться. Все санитарные условия соблюдаются. Где тут диспетчерская, не вижу, на Соколе, на Великом Камне. У нас диспетчерских нет вообще. Мы поспробовали доведаться у кировництва автопарку, те будут развязываться проблемы, про какие нам поведомили кировцы. Значит, все интервью дает вышестоящая организация. Если мне позвонят, тогда я с вами буду разговаривать, разговаривать. Ясно. Есть жаловная предприятия. Проблемы кировцы ваши, будут выращаться в цене? Все, будьте любезны, покиньте территорию. На думку адмисловцы, у гэткой ситуации одиное действенное выисти для обороны своих правов – итальянская забастовка. Повинны подписать коллективную заяву, кто на этих маршрутах робец. Ци вы нам робец, все поведено законодавством, чтобы мы не бегали там, куда степросилися, ци мы завтра просто не выходим, мы выходим на працу, но не едем. Все. И подписали человек 40-50 гэтую заяву. Солидарность – это первое, что сегодня может помогши добиться своих правов. Не глядя на тиск сбоку кировництва, кировцы 6-го автопарку соступать не сбираются и намеренные домахчися в годных працованных умов. Не они же здесь, как бы, как сказать, директора хозяева, которые устраивают, есть для этого закон, который они также должны исполнять. Поэтому, как бы, на каких основаниях они могут меня отправлять или предлагать увольнять, если, например, меня устраивает эта работа. Но будем смотреть, что будет в дальнейшем. Маленькая Вероника Соловей, звездки подлей Сиродваницкой и под беростем, не у забави может рапить у детячих притулок. На бочок, на бочок давай, вот так, на бочок, вот так, вот так. Моя подвигушка, мое солнышко. Все, спим дальше. И председатели, и райисполкомы все приходили, постоянно спрашивали, проверяли, там смотрели, все. Настасия Соловей опынулася в центре уваги мясовых уладов, бо затяжарила у 17 годов. Мне это еще говорили, когда была на 35-й неделе, по-моему. Говорили, что ребенка, мол, не отдадут, нужно искать человека, с которым я распишусь, мол, как в семью будут отдавать, все такое. Настасия станет полногодовой у Липене. На думку чиновников, до этого часа, ейную дачку Веронику, треба отправить у дом малютки у Пинск. Растанне може нанести психологичную травму и матери, и детяте. Тем более, что она кормит грудью, а там бутылочки, эти смеси всякие, потому что-то будет. А грудное скормление все-таки лучше, чем эти смеси. С подарения Татьяна вырешила оформить опекунство над унучкою на себе. Я в доску, разумею, что будет ребенок с нами. Потому что такое умоленство нельзя отдавать. Однако комиссия у справах неполногодовых Берастейской райвы Конкаму полечила опекунство бабули неметазгодным. Признать человека Анастасию Николаевну в социально опасном положении. На думку комиссии, у Анастасии и Вероники нету годных умов в жизни. Там все описывается, как они тут наговорили, что и дом в аварийном состоянии, что и ничего нету, и все такое. Короче, тут все-все-все есть. Недавно Анастасия зарегистровалась как индивидуальная предпринимальница и стала на податковый улик. Было непонятно, почему ИП я могу спокойно открыть, а вот ребенка не могу забрать. Молодая мать и заканчивая трехгодовое научение в Берастейском технологичном лицеи по специальности «швачка-мотористка». Ну так осталось вот эти вот пару месяцев отучиться, защитить диплом и все. Жильевые умовы, принамси, не горши, чем у большинстве вязковцев. Была проводка под обоями. Ну, когда пожарники приезжали, сказали, что вся проводка была наверху. Вот я ее пустила поверху везде. Вот, везде готово все. Нигде ничего не протекает. Печки нормальные, вот, пожалуйста. Я каждый вечер топлю голову, малую каждый вечер купаем. Тут у нас зал. Тоже вот, пожалуйста. Тоже я не вижу ничего такого. С подарением Татьяны твердить, ихная семья забеспечена усим необходным. Ну, председатель приезжал с проверкой и говорил, что у нас дров нету. Однако у нас дрова есть. Вот видите, сколько дров. Нам вот этих дров хватит до августа месяца еще. Мы запытались о мясовых уладов. Чему салауи трапили у спис семей у социально небеспечным становища? Это будет некорректно, да и незаконно, если мы по телефону с вами начнем обсуждать чью-то жизнь, не имея на то официальных оснований. Официальным основанием будет ваш запрос, если вы аккредитованы в Республике Беларусь, пожалуйста. С подарением надея живет побольше с семьей Соловьев 10 годов. Все есть. Она хорошая хозяйка. И сколько закаток. Даже она меня оглашает, потому что я больная. Она и мне принесет, ну, мать этой роженицы. Эксперты зазначают, что теперь нема юридичных подставов, как забрать маленькую Веронику с семьи. Сам по себе факт, что девочка родила в 17 лет, в несовершеннолетнем возрасте, он не является основанием для отобрания ребенка у этой матери. Что робить семьи Соловьев, как оборонить свои правы. Она обладает всеми правами и обязанностями совершеннолетнего. В праве вступать в любые сделки, трудоустраивается без согласия родителей. То есть это большой плюс. Эти документы нужно обязательно предоставлять в орган, который будет решать вопрос о дальнейшей судьбе малыша. Для того, чтобы не допустить в настоящее время отобрания помещения его в детское учреждение. Будем сподеваться, что это спрацует. И маленькая Вероничка сможет застаться у дома. Ну давай постоим с тобой немножко. На этом вертикализаторе Лизе Лисовской треба займаться три разы на день. У девчонцы СМА – спинальная мышечная атрофия. Это генетичная хвороба. При ее человек поступово губляет махчимость рухаться, а потом и дыхать. У год и три месяца батьки зауважили, что Лиза слабее. И звернулись и до медиков. Слушный диагноз был поставлен, когда девчонцы исполнилась омаль два года. На ранние стады развитие хворобы можно было вспынить. А сейчас у нас уже другой путь нашего лечения. Нам надо, в Беларуси нет никакого лечения, все, у нас палеотивная помощь. Мы неодноразово разповедали про СМА. Батьки детей с этим диагнозом намагаются отстоять право на ликование отмысловым препаратом – спинразою. Во всех развитых краинах света его выкорестовывают про СМА. В нашей стране спинраза, не зарегистрованная до этого. Не знаю, почему они не делают этого. Скорее всего, что признание отсутствия лечения будет являться причиной, по которой они обязаны будут оплатить лечение за рубежом. Кошт леков для большинства белорусских семей неподъемный. Тому батьки створили петицию с подрамованием до Министерства Оховы Здоровья – забеспечить детям с СМА право на життё. Документ подписали больше за 10 тысяч особов. Катярына Лисовская пригадывает и иншую петицию за адмену войскового параду 9 травня. Почему? Проводят парад, а деньги на лечение не выделяют. Выдатков на парад у Лады не обучают. По поводу подликов журналистов незалежных медиев он каштует податкоплатникам минимум 2,5 млн долларов. И это что год? За эти деньги можно было бы допомогать 4 детям с СМА. В Беларуси немного деток с СМА, всего лишь 70. И если хотя бы отменить один парад в Беларуси, то эти деньги бюджетные мы могли бы потратить на уколы, на первый год лечения, на загрузочные, которые самые дорогие у деток с СМА. Дальше оплачивать уколы будет там много дешевле. Министерство отказало на петицию. Як и ранее, чиновники написали, что эффективность препарату не доказанная. Тому набывать его за державные гроши немыто сгодно. Покупайте, а мы уколем. После отказа Министерства Аховы здоровья навык слабая надея похиснулася. Ответ на петицию пришел не каждой семье, а в общем пришел на сайте PetitionBuy опубликован. И там есть ответ от палаты представителей, где они рассматривают вопрос импортозамещения спинразы. То есть как бы как... Сездольные белорусские фармацевтичные предприемства распорцевать уластный препарат для ликования СМА. Мы запытались и от мысловцев. Любая разработка любого лекарственного препарата – это годы. И большинство из тех, кто сегодня пытается и испытывает надежды получить лечение на территории своей страны, они просто не доживут. Или доживут в таком состоянии, где уже ничего нельзя будет изменить. Изменить можно будет мало что. Если Лизу не начать ликовать, родителям останется только бездопоможно назирать за разведцем хворобы. Только с помощью меня или вот так вот мы играем, я ее держу. Или какую-то надо опору ставить, чтобы она опиралась. И то даже если опора может вбок и упасть. Батьки спробуют собрать сродки при допомозе необыяковых людей. Чтобы помочь Лизе Лисовской, вы можете пополнить баланс телефона, номер, который теперь видите на экране. Информацию про доброченные рахунки можно найти про социальные сетки або на стороне Беларусьбанка. Приватная будовничая организация Фазен Добуд местится в Щучине. Летесь она подписала домову с державным предприемством Щучинское МПМК-166, якое перебываю в процессе ликвидации. Мы заключили договор по безвозмездному пользованию техники. По договору я обязан эту технику восстановить. Свою частку домовы Фазен Добуд выконал ЦАЛКОМ. Но как только я произвел ремонт, мне директор предприятия сказал поставить технику на территорию базы. После вертания некольких одинок будовничьей техники державному предприемству спадера Александра выкликали у отдел боротьбы с экономичными злочинствами. Они запросили копии договоров и копии всех подтверждающих документов, что я ремонтировал, что я им предоставил. На наступный день представники местов ГАБЗу наведались в офис Фазен Добуду. Сотрудники АБЗ изъяли самый главный компьютер в мое отсутствие по протоколу осмотра помещения, хотя не имели права забирать по этому протоколу компьютер. Это целиком спарализовало працу предприемства. На компьютеры заховывалась основная информация об деятельности. Это и договора, и тендера, и участие в новых тендерах, и начисление заработных, и составление оплат. За этот час тратили шмат новых замовников и не выконали обовязков по уже подписанных домовах. Наверное, кому-то мы перешли дорогу или кто-то у нас увидел конкурентов, которые наращивают свои объемы и могут на рынке труда и строительной индустрии для кого-то создать определенные проблемы. У штате Фазен Добуду 80 рабочих. Пероважно были и працуники Шучинской механизованной колонны 166. С большестью своих працевников МПМК не различилася до Гетуль. Так как районы и ликвидатор перед нами свои обязанности не выполнили, денежные средства, компенсации за неиспользованный отпуск нами получены не были по сегодняшний день. С Геттой на годы были и працевники механизованной неодноразово звертались до местных уладов и органов контроля. На что был дан ответ, что в связи с выявленными нарушениями в адрес ликвидатора внесено предписание. Дальнейших действий никаких не производилось. Просто нам не заплатили. Просто выбрасывали людей. Я не знаю. Власти пускай посмотрят. Как так получается? Не отдают ни стройматериалы. Ничего не отдают. Не глядячи на наявность домового незаховывания и домового небезвиплатного использования, директора Фазен Добуду на территорию базы не пропускают. Я хотел бы по договору хранения забрать свои товары национальные ценности, которые хранятся здесь. Нам приказ. Я же, если вы запущу его, я завтра за воротами буду. Спроба выйти на совесть с руководником МПМК-166 Андреем Раманюком плену не дают. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Под замком не только арендная техника де обсталявання предприємства Фазен Добуд, але и особистые инструменты працівников. Там остались инструменты в кране, все личные мои, я говорится, все, что покупала и Фазен Добуду, и сам, что покупал. Директор предприємства звернувся под опомогу до правооборонців. Мы усмотрели факт заключения договора с умыслом его невыполнения, то есть за владение данного имущества второй стороной. В данной связи мы обратились в правоохранительные органы Щучинского района с письменным заявлением о принятии мер реагирования. Колектив Фазен Добуду у теперешній непростый час хоча як мага худшей вернуться до працы. Хотим, чтобы нас услышали, чтобы техника, которая сейчас удерживается материальные ценности, были отданы законному владельцу, для того, чтобы мы могли далее трудиться и продолжать свои служебные обязанности, и зарабатывать деньги на содержание себя и своих семей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова